Всем хеллоу, с вами мухинсон77, я надеюсь все посмотрели предыдущий ролик от начала и до конца со схемой 4335, нагибаете уже пол сервера, играете как минимум в элитном дивизионе на 1900 рейтинга, отлично, теперь я подвез на новую схемку 442, для того чтобы вы вообще прибили пол мира, играли без разницы на каком коннекте, но самое главное с веселой моей схемкой, которую я для вас подготовил и затестил, так что берем чаеху, кофееху и вперед к просмотру ролика, ну что ребятулечки вы готовы, потираете ручки для того чтобы ушатать и шпроца и вашего соперничка, давайте перейдем к настроечкам, защитный стиль, прессинг при неудачной обработке, по всей ширине 50, глубина 60, розыгрыш мяча, баланс, голевые моменты, прямые пасы, по всей ширине 60, игроков штрафной 4, угловые штрафные как хотите по вашему желанию, предыдущая схемка была узенькая, играли мы на узкой, теперь решил вам сделать 442 широкое, это для того чтобы вам хватало широты, если вдруг вы видите что вам не хватает широты, вы переключаетесь на 442 и зажигаете, идем к настройкам игроков, как обычно начинаем с Донорума, с вратаря, выходить на навес и играть последнего защитничка, потому что линия задрота, для того чтобы Донорума там не стоял в воротах, в носу не ковырялся, не стрелял сигареты с трибун, мы ставим ему, чтобы он был постоянно в игре, выходить на навес и играть последнего защитника, двум центральным защитникам я ничего не трогаю, потому что в принципе они далеко от трибун и сигареты стрелять не ходят, Джеймс и Дэвис, левый и правые защитники, оставаться сзади при атаке традиционные перехваты с забегания, опять же объясняя традиционные перехваты я ставлю для того, чтобы они смещались в центре при контратаке, когда пойдет атака на наши ворота, они будут страховать центральную зону, забегания для того, чтобы один из них, все зависит с какой стороны атака, подключались к атаке, если вы не любите, что ваш левый и правый защитник куда-то убегает, вдруг он где-то найдет там знакомое лицо на трибуне, начнет стрелять у него сигареты, либо делать селфи, все что угодно, но не навешивать, не простреливать, тогда вы не ставите забегания, вы оставляете оставаться сзади при атаке и они стоят втроем вместе с двумя центральными защитниками, курят бамбук, переходим дальше, Макелеле, это один из моих опорных полузащитников, то есть он более у меня защитный, поэтому оставаться сзади при атаке, и закрывать центр, для того, чтобы не пропустить очередную контратаку, он страхует эту зону, так что ставим. Второму полузащитнику мы ставим сбалансированную атаку и закрывать центр, если вы чувствуете, что вы проседаете и у вас не хватает народа в центральной зоне, хотя там должны быть как минимум 3 человека быть, вы ставите еще туда ему оставаться сзади при атаке, и там у вас уже получается как курилка, слишком много игроков, которые будут курить, это неинтересно, он кунку будет работать больше на атаку, поэтому так нужно делать, но если вдруг вам не хватает, ставьте ему также оставаться сзади при атаке. Левый и правый и вингеры врываться в штрафную, сбалансироваться и замыкать навесы в штрафную, врываемся в штрафную, замыкаем в штрафную, всем все, надеюсь, понятно. Левандовский, мой центральный форвард, забегать за защитничков, и Криштиану Роналду на смешанной атаке, маленько оттягивается, помогает периодически кунку передать мяч уже с Криштиану, я могу либо на Левандовске, либо самим Криштиану, все зависит от ситуации, надеюсь, вам всем все понятно. Ребятулечки, я надеюсь, вам понравится эта схемка, вы возьмете ее в оборот, подожжете большинство задниц своим соперником, будете играть ей кайфовенько, она будет доставлять вам удовольствие, так что не забываем подписываться на канал, ставить лайкосики. Всем спасибо, всем пока, увидимся на стриме, либо в следующем ролике.